Хочешь распаковку супер зверя? Ставь лайк и подписывайся! И погнали! Привет! Ты на канале Дим Витович! Привет, друзья! Сегодня у нас на распаковке Регулус Р3 и его аватар царь зверей Лев. Давайте рассмотрим его поближе. Регулус Бейблейд типа Баланса. Кстати, давай сразу смотреть его параметры. Давай. Итак, давайте посмотрим, что у нас по параметрам. А так у него на пятерочку. Да ты посмотри, у него все на пятерочку. Недаром он Балансирующий Бейблейд, да? У него все практически одинаково. Хозяин Регулуса – молодой парень Рен Ву. Его отличительная черта – длинная коса. Ого, даже девчонки обзавидуются. Точно-точно. Он входит в большую пятерку Блейдеров наравне с Фридела Хоя, Луи Широсаги, Джошуа и Ксандром Шикадера. Ммм, серьезные соперники. Действительно. Кстати, мне нравится его цвет синий. Мой любимый. Да, я знаю, что у тебя твой любимый цвет синий. Давай смотреть. Казбра, как всегда, коробочку запаковал, что и не распакуешь. Ну что, здесь нам понадобятся ножнички. Итак, что мы имеем? Энергетический диск, силовой диск с рамкой и драйвер. На энергетическом диске расположены две головы льва и когти льва. Смотри, какой у него трюк. У него раздвижные головы. Кроме того, что головы раздвижные, у него должны быть еще и раздвижные когти. А ну, давай посмотрим. Значит, смотри, головы у нас раздвигаются здесь, вот его когти. Вот видишь, чуть-чуть отодвигается коготь и вот здесь. А тяжело они так отодвигаются, потому что этот трюк автоматический. Ого! Смотри, во время боя при помощи центробежной силы головы и когти выступают наружу. И это помогает увеличить атаку. А в конце боя эти выдвижные части автоматически становятся на место и здесь уже работает баланс и выносливость. Ого! Ребята, вот вам код для сканирования, кто играет на планшете виртуальный Бейблейд. Ребята, силовой диск у него под номером пять и какие-то две дырочки. Это, наверное, глаза льва. Тихо, Тим, ты такое еще скажешь. Какие там еще дырочки? Давай посмотрим. Точно, смотрите, ребята. А кто знает, для чего они? Смотрите. Интересный дизайн такой. Вот про рамку я знаю. Дисковая рамка называется у него «Звезда». Так как представляет собой звездообразную форму с выступом на каждом углу. Она такого классного цвета, изумрудная какая-то, да? Ага. А драйвер у него похож на пробку с пимпочкой. Кстати, этот драйвер называется «Башня». И трюк этого драйвера – подвижный наконечник, который изменяет высоту во время боя. Ну, то есть он крутится и, естественно, подпрыгивает так немножко. А также его трюк – это вот эти выдвижные выступы по бокам. Причем выдвинуть его, ну, их просто нереально. Потому что выдвигаются они автоматически при вращении. Центробежная сила их просто выталкивает наружу. А когда бой заканчивается, они опять становятся на место. Вот он в собранном виде. Яркий у нас получился бейблей. Ну, а с кем ты будешь его сражать, Тимофей? Давай с Вольтреком В3 и с Когнайтом К3. Ну, что ж, давай. Тим, играем до одного очка, так как я хочу еще его с кем-то сразить. А с кем? Ну, давай сначала его сразим с этими, а потом посмотрим, сможет ли он сразиться еще с кем-то. Итак, 3, 2, 1. Ого, что это было? Ну, что ж, ничья. 2-2. Ну, что ж, поехали, еще один раунд. 3, 2, 1. Кстати, а посмотри, Регулус выше, чем Когнай. Да, я так понимаю. Небольшие атаки. Смотри, Регулус остановился. Смотри, Регулус остановился. Мне кажется, ты его плохо запустил. Вот 100%, давай переиграем. Давай. Три, два, один. Смотри. Вот, смотри, совсем другая скорость. Кто-то его плохо запустил, 100%. Мне кажется, это такой серьезный Бэй. А у Регулуса, вот, наконечник раздвинулся. О, и что я тебе говорила? Смотри, смотри. Ну, они, в принципе, идут вот наравне с Когнай. Так, ничья. Ого, вот это действительно, да, это серьезный Бэй. Давай еще раз переигрывать. Так, если сейчас будет ничья, то играем с Вальтреком. Хорошо, договорились. Три, два, один. Шеред. Не знаю, я почему-то уверена в Регулусе. Не знаю, почему. Ну, смотри, он атакует хорошо. Смотри, Когнай тоже вроде как начинает не сдаваться. Смотри, опять они чуть ли вместе не закончили, но Когнай сдался раньше. Следующий Вальтрек. Как ты думаешь, какие прогнозы твои? Победит Регулус его или нет? Мне кажется, победит. Ну, что ж, погнали. Баланс против атаки. Три, два, один, вперед. Атон, у тебя чуть не вылетел этот Регулус. Надеюсь, я сад. Смотри, кругами ходит. Валтрек. Валтрек сдается. Да. Ничего себе. Ну, давай еще раз. Три, два, один, вперед. Ого. Ого, смотри, Валтрек разлетался. Сейчас он вор остановит, требуется. Хотя... Он остановился. Да, он остановился сам. Третий раз играем с Валтреком или переходим к следующему? Переходим к следующему. Ну, тогда бери знаешь кого? Кого? Фафнира четвертого. Ух ты. Так Фафнир же четвертый, а Регулус третий. Я думаю, что у Регулуса хватит сил побороться с Фафниром. Но, Фафнир, держись. Три, два, один, вперед. Ого. Да, да, да. Я знаю, что Регулус достоин победить Фафнира. И еще немного так вот ветра издают. Так, убери руку. Да, я вижу, что там ветер уже свистит. Смотри, Фафнир, они наравне идут. А нет, Фафнир все-таки победил. Давай еще раз. Неужели Фафнир непобедимый? Три, два, один, вперед. Смотри, как у меня прыгает. Как попрыгунчик. А Фафнир мне кажется, что он даже ниже. Ну, да. Немножко ниже. Буквально на пару миллиметров. Нет, там на пару миллиметров. Сейчас вот так атака была. Вот все равно они даже наравне идут. Посмотри. Ай, не хватает. Немножко Регулуса не хватает. Ну что, третий раз пробуем. И третий раунд. Три, два, один, вперед. Летают. Опадность о резинке. Угу. Такие небольшие атаки. Ну, кто кого. Слушай, на один оборот Фафнир остановился позже. На один оборот. Всего лишь один оборот. Ребята, а так бы это была вообще ничья. Ага. Оказывается, Регулус достойный соперник Фафниру. Ребята, напишите в комментариях, с кем нам еще сразить Регулуса. Не забудь подписаться на канал TeamVisage и пока-пока.